Донбасс 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 Меркель и Путина 2 мая этого года, не так давно. Так вот, она же прямо сказала, что пока не будет восстановлен контроль над границей, она не говорила, что именно украинскими правоохранительными органами, международными или еще какой-нибудь, нет никаких шансов к тому, чтобы конфликт был решен. И на сегодняшний день ваша страна занимает такую позицию, что оно будет леть очень-очень долго. Что-то будет похоже между Приднестровским конфликтом и Южно-Осетинским, когда это все растянется на много-много лет, все к этому идет, только линия соприкосновения будет всегда в подвижном состоянии, и танки будут всегда заряжены и заправлены. Когда Владимир Олейник говорил о ястребах в Киеве, таковых не бывает. При чем тут ястребы? Нет, это вопрос. Значит, в России очень любят там называть Турчиновой ястребом, еще кого-то ястребом. В принципе, в ситуации проведения постоянных боевых действий, я не знаю, насколько это уместно слово, как бы там ни было, первый об этой инициативе сказал Турчинов, наш кровавый паспорт, пастор, но закон в любом случае обсуждается Верховной Радой нашей, и решение, понятно, будет какое-то комплексное. И оно, судя по всему, не будет... Ястребов в Киеве нет, которые могли бы помешать реинтеграции Донбасса. Слушайте, вопрос... Я не вижу, например, реальных механизмов для его реинтеграции, потому что ключ от реинтеграции лежит не в Киеве, а в Москве. Роман Цымбалек, Владимир Олейник, ключ для реинтеграции лежит в Москве, в Киеве там неважно кто. Нет. Почему? Дело в том, что, вы знаете, это внутренний конфликт. Вот если две стороны, украинцы, договорятся, не надо и соседей. Это как в семье. Если конфликт возник между супругами, если они не решат, быть в семье или нет, соседи здесь не помогут. А вот сейчас власть, понимая, что силовым путем нельзя решить задачу эту, то семь волн мобилизации, это говорит о том, что не способны были решить силовым путем, так сказать, вопрос существования ДНР, ЛНР. И поэтому пошли на другой путь. Я бы его сформировал бы таким образом, как об этом сказал когда-то один из апологетов нацизма, украинского «Береза». Обещать будем все, вешать потом. Поэтому в данном случае обещай все, вешать будут потом. А вот относительно минских соглашений интересная история. И госпожа Меркель, вероятно, забыла их содержание. И в Украине их забыли. Читают, как правило, документ нормальные народы справа налево, другие читают слева направо, а в Украине читают снизу вверх. Владимир Николаевич. Это пункт, когда надо взять под контроль границу. А первое, это прекратите войну. А я второй вопрос задаю. Роман, а ты не хочешь спросить у президента Порошенко, а где тот закон, который он внес в парламент, и я за него проголосовал в сентябре 2014 года об амнистии? А он не подписал этот закон. Это впервые в истории Украины принят закон парламентом не подписан. Это преступление. Владимир Ильинин, Роман Цымбарин. Он же в Минском соглашении. Может, пора... Да, Денис Зиновьев тоже пишет. Может, Минск-2 надо выполнять по пункту? А вот это вот прекрасная идея. И если бы две стороны хотели бы выполнять Минск-2, не только Украина, то конфликт давно был бы исчерпен. Я вам напомню, в чем главная проблема этого соглашения. Потому что почему-то, как вы говорите, и Владимир Николаевич, и вам в унисон говорит и Путин, и Лавров, и все другие российские официальные лица, которые занимаются этим конфликтом. Они все почему-то говорят о внутриукраинском конфликте. Ну, как и вы. Про семью вспоминаете еще. Но только почему-то те же официальные российские лица увязывают начало политического так называемого процесса с перемирием. То есть, насколько я понимаю, если перевести это на русский язык, будем стрелять до того момента, пока вы не призываете боевиков в качестве стороны конфликта. Так вот, почему застопорился выполнение Минска-2? Там, как вы говорите, документ надо, конечно, читать попунктно. И можно сколько угодно к нему относиться, и Порошенко критиковать, что он его подписал, и Путина, потому что там подпись Порошенко и Путина, она равнозначна. И ни той, ни той под комплексом мер нет. Так, на всякий случай. Кто не верит, зайдите на сайт kremlin.ru. Так вот, почему застопорилась? Потому что невозможно договориться с ними о выборах. Потому что российская сторона хочет для того, чтобы боевики, которых сейчас показывают в российском телевизоре, были легализированы. А Владимир Николаевич прекрасно знает, что это не предполагает участие в выборах бывших регионалов и ваших бывших однопартийцев, которые хотели бы принимать участие. Они просто так Ахметова... А почему? А что это за демократическая сторона, которая ограничивает права политических сил, незапрещенных законам? Подождите, это позиция боевиков, которая озвучена Кремлем. Вот и все. Вот вы захотите принять участие там, а вас туда никто не пустит. В том-то и дело, вы не можете его реализовать. Вы создаете условия. Ну, чтобы создать условия, поэтому мы говорим о границе. Потому что если никто за ней, кроме Российской Федерации, за границей не смотрит, мы получаем то, что получаем. И никакого конца и края этому нет. Знаете, и вы так разговариваете, как будто бы украинская власть является легитимной. Она совершила государственный переворот. И это 100% не только доказано Дорогомиловским судом, это очевидно для украинских граждан. Теперь возьмите вторую... Очевидно, что не для всех украинцев. Не для всех. Вы для кого заголосовали? Ну, почему-почему? Я голосовал за президентом в выборах президента. 84% сегодня уже ненавидят эту власть украинцев. Это 84%. Теперь вы говорите, Россия враг. Липецкая фабрика работает. Крахмальное производство работает. Работают другие предприятия Порошенко в России. Как это понимать? Если это агрессор, это война, пройте своих детей в армию. Пойдите вы сами в армию. Я не собираюсь защищать Порошенко. Тогда война будет справедливой. Поэтому в данном случае идите защитой Порошенко. Это Украина, пожалуйста. Господа, сначала говорит один, потом говорит другой. Когда закончит Владимир Олейник, будет говорить Роман Сымалюк. Давайте, правда, так договоримся. Это всё-таки радио, в отличие от телевизора, тут не видно каждого человека. Да, Роман Сымалюк, вот теперь ваша очередь. Ну, Владимир Николаевич, вот вы постоянно критикуете президента Украины. Говорите, переворот был. Ну, хотите называть это переворотом. Я могу назвать это революцией. Но суть от этого не меняется. Ситуация изменилась. И в Киеве другой президент, другой парламент. Понимаете, если, извините, как бы правильное слово избрать, если партию регионов, да хорошо, пусть будет даже, как вы говорите, вследствие переворота, изгнали из власти в Украине. Но Украина не заканчивается, потому что это моя страна. Кстати, это как и ваша. А вы говорите так, что типа, раз мы не при власти, значит, это не Украина. Нет, я говорю так, давайте плясать от Конституции. Итак, если это переворот, скажите, пожалуйста, основное правило, которое было утверждено в Конституции между гражданами Украины, что всякая смена власти исключительно через выборы. Захватили власть. А почему Крым должен признать, те, кто захватил власть? А почему Донецк должен признать? Они говорят, мы так не договаривались. И поэтому не они являются сегодня теми, кто разрушил государство. Сепаратистами являются те, кто сегодня сидят в Киеве. Вернемся к Минску. Государство не разрушили. Только потеряли вследствие российской военной агрессии 7,2, процента территории Украины. Так еще не вечер. Потому что, когда вы говорите, они не хотят, только я не могу понять. Владимир Николаевич, мы в Москве. Вы послушайте, что говорят российские лидеры. Они прямо говорят, что мы отправили туда спецназ, военных. Вы слышали такое? Да нет, я только впервые слышал. Назовите, кто и источник. Кто впервые слышит. Посмотрите фильм, где Владимир Путин рассказывает в фильме «Путь на родину». Он называется об аннексии Крыма. Там неоднократно говорится о том. Про Минск все-таки можно я вернусь? Давайте. Тут просто наши слушатели, они участвуют в беседе, пытаются участвовать в беседе путем сообщений через Телеграм или через СМС-портал. Вот, к примеру, Лизи Рок возвращает нас к утверждению и одного, и другого участников по поводу того, в каком порядке надо выполнять Минские соглашения. И вот Лизи Рок спрашивает, а из чего вообще следует, что Минские соглашения надо исполнять по очереди, Владимир Олейник? Во-первых, так прописан документ, и поэтому написано первое, второе, третье, пятое, по сути, дорожная карта. И в конце прописано, после выборов, не написано уж до выборов, берется под контроль граница. Все. Точка. Поэтому выборы где? Но выборы предшествует, это согласованный и внесенный в Конституцию проект изменений о статусе отдельных районов с особым статусом ЛНР, ДНР. Это, безусловно, законодательство, это амнисия и так далее. Где эти документы? Их нет? Владимир Олейник, Роман Цымбалюк. Владимир Николаевич, значит, первое. В Минских соглашениях и в комплексе мер нет ни в одном пункте аббревиатуры ЛНР и ДНР. Там есть упоминание, что по порядку нужно по какому-то действовать? Понятно, что там все прописано, номер один, номер два, номер три. На сегодняшний день не выполнен первый пункт прекращения боевых действий. Как вы хотите проводить амнистию? Я вот не могу понять, Владимир Николаевич, вы хотите проводить амнистию, когда стреляют на украинских солдат? А я не хочу. Вопрос тогда. Почему? А я не хочу. Хорошо. Смотрите, первое. Говорите, нет там ЛНР, ДНР. Там подписали Плотницкий и Захарченко. Это что за люди с улицы, так как будто случайно зашли? Или другие могли зайти? Нет. Они на то время были главами даней признанных республик ЛНР и ДНР. Но они там. Поэтому де-факто их признали. И де-юре утвердили этот документ. Теперь относительно, так сказать, войны. Ну, пошлите туда детей депутатов, Порошенко детей. И вы увидите, прекратят стрельбу. Почему? Потому что каждый день супруга напомнит, где ребенок. Но когда Порошенко посылает чужих детей, да, он будет сражаться до последнего чужого ребенка. Просто Юрий спрашивает. Потому что он негодяй. Юрий тут просто пишет. Я так понимаю, ваши дети борются за незалежность Донбасса? Мои? Ну да. Нет. Вы когда последний раз были там? Мои борются за Украину. Так, романцы. А вы когда последний раз были, Владимир Олейник? В Донбассе когда вы были? Где-то в 13-м году. Ну, достаточно давно. То есть один человек никогда, другой в 13-м году. Это вопрос. У меня дети тоже не борются. Ну вот. Мои дети борются за Украину. А не за Донбасс и за какую-то еще часть. За Украину борются. Игорь Маслов пишет, что Порошенко просто невыгодно выполнять эти договоренности. Роман Цымбарев. Ну, я могу сказать точно так же и президенту России Путину невыгодно выполнять эти договоренности. Я еще раз говорю. Давайте просто пока не будет одинаковых определений, что там происходит, никакого регулирования. Кто может дать эти определения? Если ваша страна будет говорить о том, что мы здесь ни при чем. Стоп, стоп. Тогда я вообще не могу понять, о чем мы говорим. То есть ваши определения должны быть приняты, и только тогда дальше можно будет двигаться. Я сказал о том, что пока они не будут общими этими определениями. Но они будут общими только когда будут приняты ваши формулировки. И в Украине, и в Российской Федерации. Вы понимаете, о чем идет речь Владимир Олегович? Да, я понимаю. Я вам скажу, во-первых, нормандский формат, это был как форма МЧС, остановить большую войну и бойню. И сами минские, так сказать, соглашения были как дорожная карта для того, чтобы была добрая воля. А есть ли воля у Порошенко реализовать мирные соглашения? Нет. Вы же понимаете, что если только наступит мир и будут перевыборы, то любые будут перевыборы. Порошенко проигрывает. А это ему потеря власти, смерти подобно. Владимир Олейник, Роман Самарюк, сейчас я дам вам слово, но прежде, вот вы тут про пенсию говорили, что сложно получить пенсию. Так никто все равно не дает, пишет 177-я или 177-я. Знакомая из Донецка в отчаянии заняла денег, поехала в Мариуполь получать пенсию за полтора года. Так ее не дали. Значит, по украинскому законодательству, действующему для того, чтобы получить пенсию, надо жить на территории подконтрольной Украине. Но по факту тот, кто приезжает... То есть тот, кто живет в Донецке, не может просто претендовать даже на нее? Ну, на практике это действует не по-другому. Что есть целые пенсионные туры, так называемые, когда люди пожилого возраста вынуждены каждый месяц пересекать линию разграничения, каким-то образом доказывать, что они все-таки там живут. Но это, как бы там ни было, это все работает. И люди, тот, кто туда приезжает, в тот же Мариуполь, пенсию получают. Но получается, что не все получают. Вот знакомые из Донецка можете получить. Это возможно. Ну, я же повторяюсь. По украинскому законодательству, чтобы получать украинские социальные выплаты, надо проживать на подконтрольной Украине территории. То есть надо съехать из Донецка. Ну, вот вы отказались от Донбасса. Тут же пишет Денис Зиновьев. Пожалуйста. Вы знаете, давайте вот эти вот выражения, вы отказались от Донбасса, я бы немножечко Денису постарался бы ему сказать, давайте без таких громких определений. Потому что, еще раз говорю, вот эти вот все разговоры, которые здесь ведутся в Москве, для того, чтобы типа давайте говорите с Пушилиным, Захарченко и там кто там, Плотницким, и вы получите шанс на реинтеграцию этой территории, это все иллюзия. Поэтому не надо как бы все перемешивать. Это Роман Цымбалюк. Владимир Олейник с другой стороны пишет, а почему они должны платить пенсии людям, которые приезжают с территории Донбасса, ведь там непонятно, кем выданные паспорта. Ну, вот один из наших слушателей тут быстро написал, сейчас так много сообщений, поэтому, да, вот Юрий, пожалуйста, может, знакомый из Донецка получил левый донецкий паспорт. Ну, во-первых, Роман рассказал, как это должно быть, а вот тот, кто нам написал, сказал, как это есть, не платит. Теперь я говорю, и тот, кто задал второй вопрос, он, вероятно, не понял, выдают же паспорта тем молодым гражданам, которые абсолютно не понимают, как им получить документы об образовании, свидетельство о рождении, паспорта. А те, кто пенсионеры, они имеют гражданство Украины и паспорта. Вот проблема. И почему они должны, когда они всю жизнь платили у пенсионный фонд и отчисления делали, сегодня не получают пенсию? Евгений, 210-й. А почему ситуация? Порошенко отец получает, а они не получают. Хорошо. Это Владимир Оленик. Сейчас вы скажете, Роман Цемалюк, я просто прочитаю, примерно о том же пишет, вот и пати пенсионеры не виноваты, что не под контрольной территории. Евгений, 210-й, пишет, я, например, платил налоги 30 лет, теперь я имею и право получить обратно пенсию. Какая разница, где я живу? Об этом, кстати, я с ним полностью согласен в данном случае. Я, когда говорил о том, как это работает, говорил об украинском законодательстве. Но почему возникла такая ситуация? С одной стороны, и пати абсолютно прав, но с другой стороны, предприятия Донбасса, на которых он работал, они же теперь не платят налоги в бюджет Украины. Когда этого платили? Так вот, теперь вопрос, как бы, налоги не платятся, но пенсию надо платить. А откуда взять эти денюжки, скажите мне? Вот Владимир Николаевич, это вопрос. А Владимир Николаевич готов ответить, скажите мне. А вопрос, а почему они не платят налоги? Они до этого платили? Платили. А потому что блокада была? А вы что, не помните, когда Порошенко сказал, блокада вредит экономике Украины? Вы говорите только об ахметовских предприятиях, а большинство, слушайте, посчитайте там внимательно. Послушайте, Роман, это самые большие предприятия, которые абсолютно давали большие поступления и в бюджет, и самое главное. За счет продажи металла Украина получала хорошую валютную выручку. А вам не кажется странным, что этими предприятиями теперь создана компания внешторгсервис, которой почему-то управляет российский чиновник теперь? Вам не кажется странным? Я хочу тебе сказать так, я уважаю право собственности, но право на жизнь больше уважают. Если бросили предприятия и не платите зарплаты, то, безусловно, те, кто поднимут эти предприятия, я им в ноги поклоняюсь. Почему? Потому что они спасают конкретные жизни. Рабочие зарплаты, пенсии и так далее, и так далее. Но я хочу сказать несколько другим. Роман, ведь власть-то проигрывает. Реально сегодня идет политика удушения собственного народа. На 25% поднимается сейчас газ, но на 38% увеличен товарооборот с Россией. Владимир Олегович, народный репутат Украины 5, 6 и 7 созывов. Роман Цымбалюк, шеф-корреспондент информационного агента. Продолжаем понедельник, 19 июня. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда» сегодня о возможности мирного возвращения Донбасса в состав Украины. В Верховную Раду уже до середины июля собираются внести закон о реинтеграции Донбасса. Эти перспективы обсуждают у нас Владимир Олейник, народный депутат Украины, 5, 6 и 7 созывов и шеф-корреспондент информационного агентства «Униан» Роман Цымбалюк. Прямой эфир, можно звонить по телефону, можно писать через СМС-портал, можно через Телеграм. Но сначала, коротко, по возможности, короткие комментарии каждого. 168-й, слишком много погибших от обстрелов в СУ, пишет 168-й. Кто был на Донбассе, утверждает, что Украины там уже никогда не будет. Насколько я понимаю, оба собравшихся полагают, что это все-таки возможно. Роман Цымбалюк. Никогда не говори никогда, я еще раз вам говорю, что тут надо называть вещи своими именами. На сегодняшний день, в связи с тем, что ваша страна фактически спонсирует это все, так называемый ЛДНР, держится на деньгах, штыках и военной, и любой другой поддержки Российской Федерации. Кто так говорит, тот был на штыках. Я говорю о том, что сейчас происходит на территории, которая не контролируется Донбассом. Роман Цымбалюк, Владимир Олейник. Ну, так, таблетка для памяти, и Роман, и другим. Я помню, 14-й год, когда Донбасс и жители Донбасса просто руками стояли и держали БТР, БМП и так далее. Я говорю, куда? Никого там еще не было с оружием и так далее. Я помню тот эпизод, когда самолеты украинских вооруженных сил, так сказать, ударили по Луганску. Это было, это правда. Это выступали депутаты, возмущались и так далее. Потом начали стрелять, убивать. Зачем? Нужен был конфликт. По заказу извне конфликт с Россией. Все знали, что Россия молчать не будет. Второе. Хочет ли Порошенко вернуть Донбасс? Да нет. Ему нужна территория, люди не нужны. Люди его просто ненавидят. Погибло больше 150 безвинных детей. Безвинно убиенных. Только вина в том, что они родились на Донбассе в семье Шахтера, а не в семье Порошенко. Вот их вина. Владимир Олейник, теперь по поводу того Порошенко сейчас в Соединенных Штатах Америки. И некоторые на Украине говорят, что решение о реинтеграции попытка властей Украины соответствовать пожеланиям групп влияния в Вашингтоне. Насколько это может быть связано, Роман Цимбалюк? Если можно, очень приятно, что Владимир Николаевич сказал, что хотели, как вы говорите, войны с Россией спровоцировать конфликт. Вот, видите, мы уже находим самое общее определение. И это все-таки, я думаю... Про американцев все-таки. Важно. А по поводу американцев я хочу вам сказать, что, напомнить, на прошлой неделе Тилерсон, госсекретарь Соединенных Штатов, он же говорил о том, что Минские соглашения не работают, и высказывал предположение, что, может быть, Украина и Россия, подчеркну, каким-то образом найдут способы урегулирования конфликта этого. Вне Минских соглашений, но для достижения того, что написано в Минских соглашениях. А там написано... А может так быть, с вашей точки зрения, что вот эти вот формулировки, которые в законе о реинтеграции, так или иначе, ответ на требования американцев? На сегодняшний день, мне не нравится, когда вы говорите требования американцев, слушайте... Ну, они, бывает, требуют. Слушайте, ну, это просто, знаете, сколько я раз уже здесь слышал о том, что американцы управляют Украиной. Но напомню-ка, что когда избрали... Некоторые вообще полагают, что американцы миром управляют. Когда избрали Трампа, почему-то у вас столько было хороводов по поводу, как в Российской Федерации, о том, какой он хороший президент, и как вы классно договоритесь по всем мировым проблемам. Но почему-то не договорились. И, подчеркну, можно называть это по-разному, происходящее на Донбассе, но, тем не менее, Украину защищают исключительно украинские солдаты, а не какие-то другие. Нет проблем. А Роман Цымбалюк... Поэтому понятно, что обсуждается этот... этот вопрос может обсуждаться с нашими внешнеполитическими партнерами и Западом, в смысле, в широком смысле. Но требовать они не могут. Я правильно понимаю? А каким образом? Хорошо, Роман Цымбалюк, Владимир Олейник, а они могут требовать? А я напомню. Приезжал господин Байден и требовалось, чтобы сняли Шокина, генерального прокурора, и сняли его. Приезжал господин Байден и сидел на совещании в центре и управлял всем кабинетом министров и всем руководством и так далее. Это не унизительно. Унизительно. А господин Пайет, как вмешивался во внутреннюю политику Украины, это посол Соединенных Штатов Америки, который сказал депутатам на заседании, где-то может какой-то посол любой страны в Америке сказать такие слова? Нет. А госпожа Нулан что вытворяла в Украине и так далее? А что она вытворяла? Мешивается. А что она вытворяла, госпожа? Прямое давление. Мы допрашивали и Януковича, мы допрашивали и Азарова. Они говорят, прямое вмешательство внутренних дел. Единственное, что предыдущая власть, это ее и грех, и преступление, не взяла, не выдурила этих негодяев, как требует международная практика. И первого поездки самого Порошенко. Я вам скажу, во-первых, не поехал, а вызвали. Это разница большая. Ни в одной формулировке я не видел, чтобы вызвали. А я говорю, потому что уже... Вообще-то называется рабочий визит. Ну да. Вызвали, вызвали, поверьте мне. И знает хорошо, кто там Порошенко. Там Монафорт подскажет Трампу, кто такой Порошенко. Прохиндей выше Гильдии. Это коррупционер. Это ваши оценки все-таки. Я говорю, еще раз говорю, он знает об этом. Дальше. Что будет? Конечно, будет просить денежек, будет просить оружие. Но пока я не понимаю, насколько сформирована политика того же Трампа в отношении Украины и этого кризиса. Но знаю точно, что это будет операция приблизительно прикрытия. Точно так же, как серьезная встреча с Лавровым, а потом пять минут за столом Постоян Климкин, все, будь здорово, министр иностранных дел. Точно так же. Приезд Порошенко, а потом будет серьезная встреча с Путиным. И все-таки, вот в этих разговорах может быть требование американцев, к примеру, написать вот такой закон о реинтеграции Донбасса? Ну, во-первых, думаю, что Трамп даже не знает, где Украина реально. Там, может, и не знает, но его люди, которые работают. Те, которые работают с Украиной, пока, к сожалению, не определены те лица, как Нулан была ключевым игроком по этому вопросу. Вероятно, посольство в курсе и будет требовать одного – мир. А вот будут предлагать украинцы вот эту реальную. Такую вот, у нас уже АТО нет, а будет что-то другое. Ну, а еще раз говорю, это в Украине называется хрень редьки не сладше. Все равно война. Но об этом мы говорили, что не ведет, как бы, к реинтеграции. Да, мы говорили об этом с самого начала, насколько я помню. Вот только Анатолий Лилюшкин, он так подписывается, 803-й пишет. И это тоже вопрос, даже если будет эта реинтеграция, и с этим вопросом надо будет подбирать какой-то ответ. Он утверждает, что он живет в Торезе, и что может рассказать, кто на самом деле был в начале конфликта, кто кого убивал, в том числе его конкретно соседку-девушку. Вот с этим-то как потом? Вы знаете, это очень интересный вопрос и очень печальный. Но вот если бы Российская Федерация вот просто так вот взяла, сказала, что мы уходим из Донбасса, забрала, ну, забрала там своего кого, Захарченко, Плотницкого, какого-то... Насколько я понимаю, это было еще до того как. Послушайте меня. Понятно, и ушла бы оттуда, то Украина бы сама по себе столкнулась бы с колоссальным вызовом, потому что действительно на этой территории живет население с поствоенным синдромом, которое пережило боевые действия, обстрелы и так далее. И я прекрасно знаю тех людей, с которыми я даже здесь в Москве встречался, которые хорошо относятся к Украине. Только вот ты с ними говоришь, конечный вопрос, они всегда говорят, ну, почему мы попали на войну? Мы же не хотели этого. Многие из них не голосовали на этом псевдореферендуме. Ну, как бы вы понимаете, что использование оружия и с той, и с другой стороны, оно же не выбирает, оно не спрашивает ни твоего мнения, ни твоих взглядов, любишь ты Россию или Украину. Настоящая война. Поэтому, вот возвращаясь к этому, если бы русские просто ушли бы оттуда, то, во-первых, сразу бы упрощилась, скажем так, позиция, сейчас это называется оппозиционный блок. И Владимир Николаевич даже, может быть, мог бы вернуться в Украину. А получается, ситуация очень интересная. Фактически, что сделала Российская Федерация? Она же изъяла весь электорат, который подсоциально за вас голосовал. Но все-таки вопрос-то Анатолия в другом. А вы критикуете Порошенко. Вопрос Анатолия в другом. Вот это взаимоотношение людей. Как будет проходить реинтеграция? Все уже ушли, все. Вот это же останется. Вы знаете, я повторюсь, я прекрасно осознаю, что это колоссальный вызов. Я не знаю, надо будет найти массу слов, поддержки и как друг друга понять в этой ситуации. Но хочу вам привести примеры. Есть такие города, как Славянск, которые, когда вы говорите, держали военную технику. Но хочу вам сказать, что Славянск захватил товарищ террорист российский Гиркин. Вам не кажется странным, почему полковник ФСБ Российской Федерации, как он говорит, в отставке, ну там все в отставке. Почему люди с российскими паспортами этим всем занимались там. А что все это было до того как, вот это не важно. Что не важно, все важно. Все важно. Хорошо, Владимир Олегович. Ну провели террористическую операцию, антитеррористическую операцию. Зачем танки направлять, самолеты. Хорошо, все-таки давайте вернемся к конкретной истории. Владимир Олегович, а вас не интересует, откуда с той стороны танки берутся? Не интересует? Представь на минутку, у тебя есть дети так, и у меня есть дети. А если бы твой ребенка убили на этой войне, что бы ты сказал теми убийцам и так далее? Как бы вы нашли понимание друг друга? А пройдет время, вероятно встретятся два безногих на вокзале. Один, который был там и сражался в ЛНР-ДНР, а другой с той стороны. Что они друг другу скажут? Покажут друг другу паспорта украинские? Что скажут матери, которые потеряли детей? Покажут паспорта, что они скажут? А что будет с вашей точки зрения? А вот это как раз самое страшное, потому что война гражданская, она последствия имеет после войны. Это конфликт в семьях, в обществе. Ведь эта власть еще раз, дьявола, она всегда разделяет. Дьявол бывает в разных местах, Юрий пишет. На каких местах? Смотрите, он пишет, если бы за спиной моего ребенка прятался, как он пишет, бандит Захарченко, я бы винил бандита. Видите? Это он так говорит? Да, так 771-й пишет. А того, кто убивал, он бы не винил бы. Так или нет? Ну, вот так получается из текста. Еще раз говорю, верят на ребенок живет. Владимир Николаевич. Еще раз говорю. Владимир Николаевич. Гражданская война не имеет героев. Вот это я знаю, что это классно. Это страшное явление. И надо с этим заказать. Родителям, которые потеряли своих детей, вы им ничего не объясните. Это понятно. Это трагедия и горе, которое никто просто так пережить не может. Но я вам хочу сказать, если взять ситуацию в целом, а не конкретную трагедию, потому что все равно все сводится к статистике, потому что да, это война, то в конечном итоге украинцы, они всегда найдут с собой общий язык. Говорит Роман Цымбалюк, и смотрите, что пишет еще один хриковчанин, 173-й, и так подписывается. Россия с Чечнёй помирилась? Помирилась, и мы помиримся, пишет. Безусловно. Но власть поменяется, потому что с этой властью... Владимир Николаевич, я не против, я не против, чтобы она поменялась. Для этого у нас есть и выборы. И слава богу, они у нас есть. Какие выборы? Попрошу вас надеть наушники. Какие выборы? 7373948, телефон прямого эфира. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Ой, только радио надо выключить, иначе у нас не получится. Я выключаю, выключаю. Вы в эфире? Выключил, выключил. Здравствуйте. Да. Товарищ Симбалюк, а вы видели, как хоронили Гиви, сколько народов? Как празднуется 9 мая, там, ДДР, ЛНР? И что? Ну, это что, это все противники все хоронят? Или что это? Празднуется 9 мая, кто там празднуется? Значит, первое, насчет того, как хоронили Гиви и Моторолу, вы можете про него вспомнить. Значит, я вам хочу сказать следующее. Я прекрасно видел, что там была масса людей, но до войны Донецк это был город-миллионник. И если даже по максимуму будем брать на это мероприятие, согнали, или люди добровольно пришли, 50 тысяч человек, это очень много, это масштабно и красиво. Но это не значит, что так думают все на территории оккупированной части Донбасса, которая управляется де-факто Российской Федерацией. Приведу пример, чтобы слушателю было понятно. Я вот здесь работаю в Москве много лет и очень часто посещаю, в том числе, оппозиционные мероприятия, которые, где кричат, раз, два, три, Путин, уходи, надеюсь, вашу радиокомпанию после этого не закроют. Так вот, визуально, когда ты там находишься, я не знаю, сколько там тысяч, но людей тоже очень много, но было бы очень недальновидно считать, что вся Россия хочет того, что они требуют. Я имею в виду про Путин, уходи. Хорошо, Владимир Алинин. Поэтому вот эти вот массовые мероприятия, это по ним судить не стоит. Не стоит судить по массовым мероприятиям. Тем более, подчеркну, что на этой территории нет ни украинских средств массовой информации, ни украинских политиков, кстати, из партии регионов. Я имею в виду конкретного ответа, потому что украинская пропаганда, там же создано министерство пропаганды. Это страшная вещь. Называется министерство информации. Министерство пропаганды, как в Геббельсе. Поэтому блогеры, Сидия, постоянно атакуют меня, других и так далее. Так вот, все говорили, не придут, люди вышли. Люди были искренне там, их согнать невозможно. Это право людей, надо уважать. Это же меньшинство, говорят вам. В Донбасс, Россия. Сколько нас считал там Порошенко войск? Четыре с половиной тысячи. Сколько там жителей? Два миллиона. Если они так хотят воссоединиться с Порошенком, с этой украинской властью, с этой, и с украинским народом, почему они не прорвут эту блокаду? Почему их сдерживает четыре с половиной тысячи русских, так сказать, военнослужащих? Это ложь. Это чистая ложь. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос к Роману. А вот этот пункт, правословутый пункт местных соглашений, который надо выполнять незамедлительно, не кажется, что это путь с украинской стороны очень простой? Дайте нам границу, мы перережем глотки, чем с Мутьяном. Вот и все. Вот и мир наступит. Не так же? Почему нельзя этот пункт переговоров, договоров читать именно так? Значит, насчет глоток и так далее. Я, если вы заметили, не говорил о том, что там написано как-то по-другому. Я говорил о том, что пока не будет хотя бы международного контроля на этой неконтролируемой части, то никакого урегулирования не будет. Раз у нас на первом этапе мы не можем договориться о том, что, как вы говорите, вот слушатель переживает о безопасности людей, которые с автоматом скачут по Донбассу, что надо сделать, чтобы границу контролировал кто-то другой? Я хочу вам напомнить, что власти Украины призывали к любым миротворческим контингентам и любым миротворческим инициативам. И ООН, и БСЕ, и так далее, и так далее. Потому что на сегодняшний день ООН находится только на двух пунктах пропуска представителей, которые не имеют контрольной функции. Несправедливо так, как наш слушатель предложил вот это, вот так понимать этот пункт. Я вам хочу сказать одно. Насколько я вижу ситуацию, никаких так называемых ЛДНР в составе Украины не будет. Слушай, вас здравствуйте. Возможно, это будет называться как-то по-другому. Да, прошу вас. Алло. Да, вы уфирю. Добрый день, меня зовут Анна. Я не знаю, насколько я бываю часто в Киеве, но мы часто бываем в Киеве. Последний раз были в апреле. Вот показывает телевизионную передачу, сидит господин Ярыш. Справа от него сидит, по правой руке, сидит его соратник. Соратника зовут Терротея Цымбалюк. Извините уж, пожалуйста, но фамилии у вас совпадают. И вот этот господин Цымбалюк рассказывает о том, что когда мы войдем в Донецк, в Луганск почему-то не трогает, только в Донецк. Мы отберем всех детей, молодец, у их родителей, отправим на перенаспитание в наши лагеря. А их родители... Ой, ну понятно. Вопрос понятен о страшных правосеках, которые придут в Донецк и... Секунду. Тогда, Анна, задавайте вопрос. Вот скажите, пожалуйста, и все кругом сидят, и все кругом молчат. То есть это вполне все разделяемо всеми остальными, что ли? Как расцениваете на молчание? Значит, по поводу страшных правосеков, вы меня, конечно, извините, но если правосектор будет... Вы помните, правосектор это территория, организация, которая... Запрещенная на территории России, Юрий, вы ведущий, вы это повторяете. Потому что я же все-таки гражданин Украины, у нас это легальная партия. Ну, мы сейчас на территории Российской Федерации, поэтому говорим об этом, да. Граждане Украины имеют право голосовать или не голосовать. И хочу вам напомнить, сколько здесь по телевизору говорят, что там правосектор, они там что-то творят на Донбассе, чуть ли не нападают на друга. Нет, Анна говорила о конкретной формулировке. Теперь, отвечая на вопрос о конкретной формулировке... Его никто не остановил. Я не знаю, кого остановил, его не остановил, но, подчеркну, у нас проводятся выборы, и за правый сектор почему-то никто не голосует. И когда говорят о правом секторе как о какой-то военной силе, у меня такое впечатление, что правы бойцы или активисты правосерд, или секторы, радикалы или хулиганы, как хотите, они все занимаются борьбой с ЛГБТ-маршами в городе Киеве. Все, 162-й, кто уже думает, что это вы говорили. Это другой цимбалюк, 162-й. И никакого отношения к Донбассу на сегодняшний день не имеют. Все. Владимир Олейник, почему не остановили, вот если брать тот пример, который приводила Анна? Они не могут их остановить. Ни в эфире, ни в жизни и так далее. Порошенко из ведомого превратился, то есть ведущего превратился в ведомый. Ее ведут на Западе, ведут его националисты. Помните его позицию даже по блокаде? Ни в коем случае, нельзя, это не противоречит интересам Украины. А потом раз, повидел только боевичков, которые перекрыли, плюс в парламент зашли несколько человек в военной форме. Все, изменил позицию. А замуровали живых людей в Сбербанке. Это что, не факт? И кто был наказан? А возле подконкурса у него в Шевченковском три автобуса 18 февраля 2014 года сожли и 15 человек убили. Кто ответил? Ну, это ваш ответ. Это ваш ответ. Поэтому еще раз, люди боятся, перекроют границу, перережут горло. Это правда. Значит, Владимир Николаевич, если коротко по правому сектору, у нас даже марш равенства в Киеве проходит, и несмотря на всю распиаренную силу правого сектора, фактически это проходит абсолютно безболезненно. Поэтому я хочу подчеркнуть, что не надо создавать мифы, которые, или раздувать мифы, которые создаются в Российской Федерации. И, я думаю, Владимир Николаевич, даже вы согласитесь, что на сегодняшний день у силовых структур Украины достаточно рычагов для того, чтобы все эти вещи купировать. Давайте тогда дополним. Вот мы говорим о защите, а ведь сегодня даже суд не защищен в Украине. Реально, в Одессе зашли боевики и под оружием заставили написать в суде заявление. А в Кировограде блокировали сутки суд. Кто действовал? Какая сила? Потому что у Порошенко абсолютно сегодня нет поддержки в дарах силовиков. Нет поддержки. Областную администрацию Ровенскую захватили на сутки. А Грицак говорит председателю службы безопасности, а мы не будем освобождать. А почему? А потому что бойцы службы безопасности отказались силовым методом освобождать от так званых АТО. Еще раз напомню, правый сектор – это радикальная организация, которая внесена у нас в России в список запрещенных организаций. Признана организация экстремистской в ноябре 2014 года. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло, добрый вечер. Да, прошу, коротко, если можно. Вопрос Роману. А силовые структуры Украины способны найти и привлечь к ответственности тех, кто расстрелял так называемую «Небесную сотню» три года назад? Хорошо, спасибо. Я, прежде чем вы будете отвечать, запущу голосование. По итогам сегодняшнего обсуждения вам ближе позиция Владимира Олейника. 134-21-35. Вам ближе то, что говорил Роман Цымбалюк. 134-21-36. Голосование запускаем. Теперь прошу ответ. Роман Цымбалюк. Вопрос по поводу «Небесной сотни» и виновных организаторов и исполнителей этого преступления. Я вам хочу сказать, что в украинском обществе есть колоссальный запрос на это. И если власти Украины не будут этим заниматься, то тем самым они создадут условие, что они перестанут быть властью Украины на следующих выборах. А расследование ведется, там и бойцы Беркута некоторые реалистованы, некоторые скрываются на территории России и сейчас, кстати, принимают участие в разгоне митингов москвичей. Поэтому тут вопрос сложный. Но я полностью в данном случае на стороне слушателя, потому что меня это тоже беспокоит. Роман Цымбалюк. В соответствии с этим законом об амнистии запретили всякий сбор материалов по Майдану. А все материалы, которые собраны, уничтожить, так написано, и уголовная ответственность всех за невыполнение этого закона. Все, надо отменять этот закон. Второй. А Пашинский уже привлечен к ответственности? Вы можете себе представить, если бы меня видеокамера зафиксировала с ружьем в багажнике, и я имел отношение к этому ружью. Вероятно, уже подсуден был. Где Пашинский? 134-21-35, вам ближе позиция Владимира Олейника. 134-21-36, ближе позиция Романа Цымбалюка. Да, прошу. Вы хотели что-то сказать? Роман Цымбалюк. Я говорю о том, что Владимир Николаевич очень много сегодня говорил о том, что власть Украины сменится. И я подчеркну, что это вполне возможно, и это меня радует как гражданина Украины. Ну тогда слушайте. Это говорит о том, что никто не останется безнаказанным. А такие преступления, они не имеют срока давности. Да, это против человечества. Давайте все-таки вернемся к тому, с чего начинали. О возможности мирного возвращения Донбасса в состав Украины. Это возможно, Владимир Олейник? Да, но не при этой власти. Только смена власти, прямые переговоры и поиски компромисса. Заради единства и мира в Украине пойти на федеративное устройство страны. Найти вопрос по нейтральному статусу Украины. Найти вопрос о языке. Лучше два языка и одна страна, чем один язык и две страны. Народный депутат Украины 5-6-7 созывов Владимир Олейник. Вам ближе его позиции 134-21-35, ближе позиции Романа Цымбалюка 134-21-36. Да. Возможно ли мирное возвращение Донбасса? Владимир Николаевич, значит, без согласия Российской Федерации ничего тут не изменится и будет так, как оно есть. Я просто, когда вы говорите о прямом диалоге, хотел бы вам задать загадку. Вот некто... У нас 42 секунды даже на ответ и на итоги. Кое-кто в Москве заявил о необходимости сменить руководство ДНР и ЛНР, которые занимаются воровством, грабежами и мародерством. Я напомню, что это ваши слова. Если вы считаете, что... Где это сказано было? Источник. Вы считаете, агентство УНИАН, я вам напомню. Если таким занимается, надо менять. Моя позиция не зависит от того, какие это люди и какие политические силы не представляют. Если вы предлагаете вести переговоры с ним, тогда как-то вы определитесь, как бы, вести с ними переговоры или нет. Я считаю и уверен, и у меня есть достаточно информации, что эти люди, они не являются управляющими процессами на Донбассе. Шеф-корреспондент информационного агентства УНИАН Роман Цымбалюк. Владимир Олейник, народный депутат Украины 5-6-7 созывов. Останавливаем голосование, и вот что... Политика в мире лучшего.